Я остановился и проиграл в полуфинале Степану Попову, который на этих играх был бронзовым призером. Степан Попов преодолел чемпиона, но стал вторым. Чемпион игр стал сегодня у нас на Кутришвиле бронзовым призером. Итак, 82 килограмма. Боевое саппо. Боевое саппо среди мужчин и весовой категории до 82 килограмм. Эдилбек, Шакир, Маматов, Киргизия в красной форме. И его соперник Асланбек Кадзаев, Россия в синей форме. Оба спортсмена-депютанты финала чемпионата мира. И нам очень интересно, как отборются в финале новички. Итак, Эдилбек, Шакир, Маматов, Киргизия. Асланбек, Кадзаев, Россия. Оба в течение сегодняшнего дня одержали по три победы. Ногами проверяет Кадзаев. Тут же входит в захват и падает на спину. Эдилбек проходил, рвался в плотную захват. Хотел взять два пояса. Это очень модно на Востоке. Конечно же, борьба-кураж, борьба с двумя поясами. Они очень опасны. Восточные спортсмены, когда прорываются к двум поясам. И здесь он практически прорвался, но сам подскользнулся. Балл зарабатывает Кадзаев на этой явной активной атаке Эдилбека. И теперь Кадзаев бросается вперед. Завязывает руку. Посмотрите, захват из-под руки. Хороший, это очень сильный захват. Входит в подхват очень так медленно. И посмотрите, передний переворот с подсадом. Сколько комбинаций. На третьем приеме таки удается Асланбеку провести бросок. Зарабатывает четыре балла и рвется к удержанию. Начал с подхвата, продолжил передним переворотом. И подсад бедром закончил. А точнее заканчивает вообще удержанием, если еще две секунды. Скоротечный финал. Асланбек Кадзаев России завоевывает золотую медаль чемпионата мира 2019 года. Эдилбек Шакир Маматов из Киргизии становится серебряным призером в этой весовой категории. И прошлогодний чемпион мира Евгений Алексеевич из Белоруссии становится бронзовым призером вместе со спортсменом из Казахстана. Асланбек Кадзеев. Асланбек Кадзеев.